Добрый день! В эфире православный календарь, программа Якутской епархии. Сегодня мы расскажем... Новости епархии. Литургия в Богородицком храме города Якутска. Жизнь в православии. В Мирном открылся Пятый Республиканский съезд православной молодежи. Идем в храм. На вопросы телезрителей отвечает игумен Никон. Неделя святителя Григория Палама. Святитель Григорий Палама учил, что за подвиг поста и молитвы Господь озаряет верующих своим благодатным светом, каким сиял Христос на Фаборе. Память святителя Григория Паламы совершают во второе воскресенье Великого Поста. Вторая неделя Великого Поста начинается. Самое важное, что мы должны, люди церковные, православные христиане должны себе заметить, что вторая неделя не должна быть недели отдохновения или ослабевания в том Великопостном делании, которое мы уже начали и которое прошли в первую семицу Великого Поста. Вторая неделя и еще более пристальное внимание к себе, еще более неослабевающая молитва, еще больше погружение в священные тексты, священное писание, продолжение самоиспытания, на исповеди. Я очень надеюсь, что те богослужения в среду и в пятницу, богослужения прежде священных литургий, они будут также востребованы нашими верующими людьми, потому как эти богослужения, несмотря на печальный характер, покаянный характер Великого Поста, они предназначены для того, чтобы поддержать нас через святое причастие. Я молитвенно желаю всем вам, дорогие братья и сестры, крепости духовных и телесных сил, и напоминаю, что каждая суббота Великого Поста, начиная от второй недели, посвящается поминовению усопших, тех сродников наших, которые отошли от земной жизни. Мы призваны их помнить, мы имеем такое благо о них молиться, и не забывайте в субботние дни, особо поминальные субботы, молиться о своих сродниках. Фестиваль «Доброе кино» приглашает. Якутская епархия принимает заявки для участия в первом конкурсе документальных фильмов и телевизионных сюжетов о православии. Конкурс пройдет в рамках фестиваля «Доброе кино». Работы принимаются на электронную почту Якутской епархии. Храмы Якутии в дни Великого Поста переполнены. Сегодня только в городе Якутске их уже 12. В первую седмицу Великого Поста архиепископ Якутский Ленский Роман отслужил почти во всех. В каждом храме своя община, которая с нетерпением ждет правящего архиерея. Слава Господи, Сыну и Святому Духу, и ныне и предстои во веки веков, аминь. К архиерейским богослужениям паства готовятся особенно тщательно. Сегодня литургия прошла в одном из древнейших храмов Якутии – в храме Рождества Богородицы. Рождества Богородицы – это мой, можно сказать, родной храм. Я освящаю все воскресные богослужения, праздничные. У нас здесь замечательная община сложилась. А сегодня особенная служба. Сегодня у нас архиерейская служба в храме. И сегодня, конечно, необычные события для нашего храма. Олег Шаткевич – Западной Украины. В Якутии всего год. Впервые в жизни столкнулся с такими суровыми климатическими условиями. Главная дорога – это дорога к храму. И не важно, где ты находишься. Самое главное – чтобы рядом был храм, а в сердце вера, считает Олег. Впервые, скажем, сила православия была явлена в Почаевском лавре в 2005-м. То есть я получил исцеление, травма позвоночника была. Ну, с тех пор, как бы, периодами, ну, бывало, что и отступление, падение было. Ну, вот, последний год, слава Богу, стараюсь, ну, еженедельно не пропускать богослужения, а сводерживать посты, вести христианский образ жизни. Ну, то есть, как бы, ну, хронная суть. Без этого жизнь невозможна вообще. Без идеи Бога жизнь для меня – это безумие. Наталья Селина с супругом на великопостных службах стараются бывать регулярно. Дочь закончила ригинские курсы и поет на клиросе. Так всей семьей вот уже 20 лет регулярно ходят в храм. Вне великого поста время особенное, считает Наталья Михайловна. Обязана дружке присутствовать, и печатью сегодня готовилась. Почищаться буду. Великий пост. Ну, трудно проходить, тяжело. Ну, пусть посерьезнее быть, исправлять себя нужно. Проститься нужно по мере сил. Сложно, конечно. Сдерживать себя сложно. Сегодня на литургии пели три хора. Хор студентов Якутской семинарии, регинский хор и общедоступного епархиального певческого училища. Пение на клиросе в Якутске набирает все большую популярность. В дни великого поста песнопения звучат во всех храмах, на русском и якутском языках. Студенты Якутской духовной семинарии совершили паломничество по храмам Вилюйской группы Луссов и дали концерт духовной музыки в Вилюйске. Студенты исполнили богослужебное песнопение и духовные канты. По инициативе Общественного совета при МВД Спасский монастырь посетили ученики Центра образования. Экскурсию по храму и келе святителя Иннокентия для гостей провел насельник обители и романах Владимир. Сайт Якутской епархии. Все новости православного мира Якутии. В Мирном начал работу Пятый республиканский съезд православной молодежи. Мероприятия подобного формата в Мирном не проводились ни разу. Девизом съезда стал отрывок из Писания. Все у вас да будет с любовью. Организаторы уверены, молодежь должна стремиться к прекрасному, не забывая при этом об окружающем. Нас радует, что эти форумы молодежные, они продолжаются. И самое главное, то, что они объединяют делегатов, представителей от православных общин, от светских институтов, высших учебных заведений и средних учебных заведений. И ту молодежь, которая не безразлична к судьбам Якутии, к судьбам России. И более того, молодежь, которая живет согласно православным канонам, православным традициям. Вот такую молодежь мы собрали в городе Мирном. Второй год подряд ансамбль Ихтис – непременный участник съезда православной молодежи. В этот раз они открывали мероприятие. Музыка коллектива – это смесь современных мотивов и этнических инструментов. Музыка коллектива Прибыли ребята со всех районов республики. Подростки признаются, что здесь они проникаются чувством дружеского соучастия и душевной атмосферы. После чего хочется приезжать сюда снова и снова. Я был на четвертом православном съезде. Я туда пошел из интереса. Мне очень понравилось. И как мне только предложили на пятый, я сразу же согласился. Мне нравится общение с людьми, мне нравятся люди, которые сюда приехали. На форуме участников разделили на несколько групп. Каждая под своим цветом. Им предстоит работать вместе четыре дня. Ребята начнут создавать социальные проекты, участвовать в благотворительных акциях, посещать дома престарелых, детские учреждения и помогать многодетным семьям. К нам в редакцию продолжают поступать вопросы. Телезрители спрашивают, как церковь относится к приметам. Здесь нам поможет Игумен Никон. Конечно же, никакого отношения церковь к приметам не имеет. Все это выдумки, основанные, возможно, на страхах или иных обстоятельствах, часто на незнании человека по отношению к тем событиям, которые он может просто не понимать. Будь то древние приметы или современные боязни. Все это те обстоятельства, которые человека не делают ближе к Богу. В Священное Писание нас учат бояться одного – греха. Потому что грех нас разделяет с Богом. А все остальное для человека верующего, нам говорит апостол Павел, ничто. «Начало радости – быть довольным своим положением» преподобный Амросий Оптинский. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok